Книга «Открытым оком», том 10, тема «Пища», вопрос 2379. «Почему в пост нельзя употреблять именно мясо, молоко, яйца и рыбу?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Обычно ссылаются на подвиг отрогов еврейских, плененных язычникам, что они не ели с его столами снова, а на нарастительной диете были более упитанные и красивые. Даниила 1, с 11 по 15 стих. «И лица тех отроков, которые питаются царскую пищей, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь». Он послушался их в этом и испытывал их 10 дней. По истечении же 10 дней лица их оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались царскими яствами. Никаких других предписаний от Бога не было. И вот такую градацию в пище, как православные посты, изобрели монахи, навязали и на живущих семейно. Их все надобно отменить, кроме Великого перед Пасхой, среды и пятницы во весь год». Апостол 69. «Если кто, епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец, не постится в святую четырехдесятницу 40 дней перед Пасхой, или в среду, или в пятницу, кроме препятствия от немощи телесной, да будет извержен. Если же мирянин, да будет отлучен». «Профессиональный праздник у монахов, у иноков древнейших и бессмертных, едущих корешки в прикуску с прахом, отшельничеству, приносящих жертву. Тот день не Пасха или Рождество, и не Пятидесятница, начало благовестия, преображения. Апостолы не впали в баловство, с горы с Иисусом возвратились вместе. Вот если бы они там на горе остались, построили себе трекущие кельи, потом бы постепенно населились скалы, вершины огласились чудным пением. Христос тогда один с горы спустился, глухонемого демона изгнал, но исцеленный в горы не сокрылся, хотя про монастырь Петра узнал. Он исцеленный, вдруг заговоривший, апостолов на проповедь позвал бы. Фаворский монастырь вдруг опустел, стал лишним, и нет в нем Иоанна Супераввы. Там созерцание, молитвы к небесам, видение и глазы постоянно, знамением на волосы не падает роса, не вызывает в бой на окаянных. Преображение Христа и глаз Отца, чтоб слушали единородного, не дядю Петю, так почему же кущи без края и конца? Какой Антоний искренне ответит? Три кущи с той отвесной кучи, круче. На три тысячелетия сумели расползтись. Народ покинут и сектанты только учат, за проповедь страдают и полагают жизнь. Любимый праздник яблочных монахов, не слышащих Отца, покинувших Иисуса, где иноки трясут в ущелье прахом. Теперь там мусульманство, в кущах пусто. 20 августа 2004 год, Игла.